Мой доклад называется «О необъективности релятивистской критики механики Ньютона». В своей работе «Механика Ньютона и её влияние на формирование теоретической физики», опубликованной в 1927 году, Эйнштейн, анализируя основы и историю механики, сформулировал следующие три недостатка в её основах. Введение понятия абсолютного пространства, введение мгновенно действующих на расстоянии сил гравитации и отсутствие объяснения эквивалентности веса и инерции тела. Оценивая эти недостатки, Эйнштейн замечает, что ни один из них не воздвигается до ранга логического возражения против теории и далее приводит в следующую схему фактического преодоления этих недостатков. Здесь вот показаны этапы. Первый этап – Макселовская теория электричества, опровергнувшая идею дальнодействия. Следующий – концепция Фарадея о существовании поля и её развитии Герцем и Лоренцем. Третий – неудача попыток механического толкования полей, включая идею эфира. Затем появление специальной теории относительности. Я не буду здесь читать разрушившие понятия, понятно, что она достигала. И следующий, последний этап – появление общей теории относительности. Благодаря этим этапам, по мнению Эйнштейна, были элементы теории Ньютона, перешли в положение общей теории относительности и тем самым были преодолены названные три недостатка. Возможно, что во времена Эйнштейна такая оценка недостатков механики Ньютона и интерпретации развития физики была очевидной. Но сегодня ситуация изменилась. Прежде всего, накоплен критический материал по теории относительности. Одновременно с накоплением этого материала шло совершенствование понятий механики, классической механики, в том числе пространства, времени, системы отсчета и других. Поэтому необходим тщательный анализ этой критики. Он полезен, поскольку позволяет понять, во-первых, и сами основы классической механики, и, во-вторых, понять причины глубже, по которым теория относительности приняла ту форму, какую она имеет. Формально необъективность релятивической критики, если она имеет место, конечно, не может рассматриваться как недостаток теории относительности. Но если она действительно имела место, то это могло негативно сказаться на выработке ее основных положений. Поэтому и нужен этот анализ. Рассмотрим эти недостатки по порядку. Первый недостаток – это отвержение Эйштейном понятия абсолютного пространства. Я его назвал так – отвергая теорию относительности абсолютного пространства. Эйштейн отрицал необходимость понятия абсолютного пространства в механике, считая его призрачным, ничему не соответствующим в природе. По мнению Эйштейна, без этого понятия механика Ньютона была бы логически более совершенна. Он писал, что в теории фигурировали бы материальные точки и расстояния между ними, отношение которых к опытному восприятию вполне ясно. Но так ли это в действительности? Ньютон определял абсолютное пространство как идеализированный физический объект – пустоту. как неограниченную среду, плотность которой равна нулю. На этой основе введено было в классическую механику и понятие ИСО. Вот я здесь буквально двумя линками показал – пустота. И очень важно понять, что такое классическая пустота. Точки и расстояния самого абсолютного пространства воображаются не результатами измерения или наблюдения, а объектами в местах их реального существования, то есть объектами, существующими до измерения. Ну и в качестве природного объекта, которому соответствует приблизительно, конечно, понятие абсолютного пространства, с хорошим приближением подходит вакуум. Можно, и в статье это показано, представлять и таким образом. Обычно говорят так, что классическое понятие абсолютного пространства и времени – это вместилище тел, ну и, естественно, процессов. Можно и наоборот представить. Можно представить так. Тела и процессы во Вселенной представить как вместилище атрибутов своих, протяженностей и длительности. Не бывает тела без протяженности, и не бывает процесса без той длительности, которой она обладает. Так вот, если мы абстрагируемся от материальной основы и тела процессов, то останутся их постулатами. Атрибуты. Вот это и есть абсолютное пространство, как нечто всегда одинаковое, неподвижное, как выражался Ньютон. И время как длительность. Почему Ньютон настаивал на введении в механику понятия абсолютного пространства? То есть Эйнштейн считал, что без него механика была бы логически более совершенна, а Ньютон наоборот. Ньютон не мог не видеть, что без понятия абсолютного пространства теряется важнейший объект Вселенной – пустота. Становится невозможным введение понятия иноциальной системы отчета, поскольку иноциальная система отчета – это система, помещенная в абсолютное пространство. Тело отчета помещено в абсолютное пространство, оно пустое совершенно, и поэтому в этом пространстве не действуют никакие внешние силы на пробные тела, с помощью которых демонстрируются законы Ньютона. Неочевидной будет и связь механики с геометрией Эйвклида. То есть геометрия Эйвклида так же и как абсолютное пространство – точки, геометрические точки – это точки геометрического пространства Эйвклидового, которые существуют в том месте, в каком они существуют. Они отображаются информационно невидимые, ненаблюдаемые, а воображаемые. Кстати, если в теории относительности мы будем говорить о телах, то есть точки материальные, они наблюдаемые, показания часов наблюдаемые, то точки пространства времени или однородного пространства времени, которых мы наблюдаем, как бы это, это уже не местах своего, там, где атрибуты этого времени находятся. Это уже информация. В отличие от атрибутов, информация, скажем, о показаниях часов может отделяться от объектов, атрибут не может отделяться, и передаваться на расстоянии. Пусть небольшие, пусть, как Эйнштейн воображал, что мы непосредственной близости там воображаем и так далее, но это будет второй мир. То есть мир объектов, мир истинных объектов или истинных вещей, физических величин, и их информационного отображения образуют типа двух миров. Они оба реальные, но они разные. Их нельзя путать. И Ньютон настаивал именно на том, чтобы их не путали. Ну, и Ньютон не мог не видеть, что неминуемо все это приведет к нарушению металлогического построения механики. И будет невозможно сформулировать законы механики в том простом виде, в каком он их сформулировал. Таким образом, понятие абсолютного пространства, несмотря на заявление Эйнштейна, что без него механика была бы лучше, напротив, является важнейшей составной частью металлогических основ механики Ньютона. Без него классическая механика просто существовать не может, как физическая теория. Релятивическая критика этого понятия не объективна. Второй недостаток, я буду чуть сокращать, это введение в механику мгновенно действующих сил. Ну, можно было фразу одну сказать, что Ньютон никаких сил в законе всемирного тяготения мгновенно не вводил. И Эйнштейн об этом знал. И он прямо об этом пишет, то ли в своей автобиографии, или в этой же статье. Что Ньютон предупреждал это его замечание тем, что он рассматривает свой закон как правило, позволяющее вычислить и так далее. Но я хотел бы все-таки остановиться на двух моментах. Если вы поднимете книгу «Теорию поля» Ландау и Лившиц, там найдете, так сказать, тезис в пользу мгновенности о том, что в теоретической физике или механике взаимодействие материальных частиц описывается с помощью функции потенциальной энергии, которая является функцией координат. А поскольку мы изменили, это функция координат, то это означает, что такой способ описания якобы в случае изменения положения тел предполагает, что это мгновенно отразится на телах и на селе. Вот я хотел бы и как бы считаться, что когда на расстоянии эти частицы находятся, то понимают вот этот процесс как распространение взаимодействий. Вот понятие взаимодействия в механике, классическое понятие взаимодействия, это не то, что пишет там Ландау и Лившиц. Это некорректно несколько. Это можно так интерпретировать, но надо всегда указывать, а что же взаимодействует. Взаимное же действие. Но если тела разделены, они же взаимно-то не действуют друг на друга. Они через посредника взаимодействуют. И, наконец, первое, что в третьем законе Ньютона дано четкое определение взаимодействия. Это материальные точки. Тоже идеализация. Почему идеализация? Потому что материальные точки, они недеформируемые. И они действуют в точке. И это взаимодействие двух точек, взаимное именно действие, никуда не распространяется. Оно или есть, или его нет. А что касается распространения взаимодействия, то там действуют поля. Я ограничусь только тем, что тела не могут просто так изменить свое положение. Это школьникам или студентам преподаватель может задать такую задачу. Вот изменилось. Без причины ничего не меняется. И прежде чем изменить, надо подействовать на тело. И хочу привести здесь, чтобы может Парипет угадать маленько вопросы, эпизод, который описывает Фейнман, Ричард Фейнман, в своих фейнмановских лекциях. Я не помню, где именно там он пишет это, но он описывает, так сказать, вот эти же гвозди. Напомнили мне как раз гвозди. Когда мы забиваем гвоздь, пишет Фейнман, то молоток никогда не касается шляпки гвоздя. Никогда не касается. Всегда остается некоторое маленькое, но расстояние. Вот на вопрос, а что такое поле гвоздя? Вот это и есть то поле, которое тут препятствует. То есть не препятствует, существует. То есть тело, чтобы изменить его положение, надо, чтобы на него вот это поле подействовало. Оно от чего? От молотка ли оно идет? От чего-то? И от руки преподавателя идет? От чего угодно. Но поле должно действовать на тело, если оно на расстоянии находится. А поскольку тела без причин и положения не меняют, то полевые воздействия, если изменения тела действительно произошли, то полевые взаимодействия предшествуют этому изменению, а не наоборот. И поэтому закон всемирного отяготения этому случаю вполне соответствует. Здесь не нужна ни идея дальнодействия тут нет. Просто когда что-то изменилось, то уже причина этого изменения была как раз дошедшая сигнала. То есть закон всемирного отяготения учитывает те воздействия поля, которые пришли в данный момент этому моменту и соответствуют потенциальной энергии. То есть они те, которые придут, когда там еще что-то изменится или во Вселенной там что-то произойдет. Он изойдет то, что пришло. Таким образом, релятивистское утверждение о допущении механики мгновенно действующей силы гравитации не соответствует действительности. Третий недостаток – это объеквалентность веса и инерции тела. Здесь я... Он также является необоснованным. С классической точки зрения никакого объяснения в данном случае не требуется. В механике масса – это физическая величина, характеризующая количество материи в данном теле или другом объекте. А способностями взаимодействовать, двигаться по инерции или сопротивляться ускорению, создавать поля тяготения обладают тела, а не массы. Поскольку в законе всемирного тяготения и в законе движения речь может идти об одном и том же теле, то масса этого тела и должна в них фигурировать. Ничего не видно, что тут нужно объяснять совершенно. Но существует жаргон. Физики иногда говорят, что вот одна масса притягивает другую массу. Масса физической величины друг друга не притягивает. Километры, сантиметры не притягивает. Секунды, килограммы тоже не притягивает. Физические величины, тела взаимодействуют, объекты. Вот это жаргон. Но я понимаю, мы когда говорим, что мы подразумеваем тела, даже в законе Кулона, когда мы пишем, что два заряда, сила пропорционально проявления зарядов и обратного квадрата расстояния, мы же зарядов-то не видели, чтобы отдельно от тел-то было. Взаимодействуют заряженные тела и это все есть некоторое приближение закон Кулона-идеализация. То есть, если мы в опыте, то мы можем ведь не видеть чисто закона Кулона. Мы всегда там видим плюс гравитацию. Поэтому третий недостаток также считаю он необъективен. Итак, сформулированные Эйштейном три недостатка механики являются по сути следствием его некорректных представлений о методологических основах механики. Каковы эти методологические основы? Их три основных положения. Кстати, в современных, да и в старых учебниках мы нигде не находим такого вопроса, а что такое методологические основы механики? А существуют ли они вообще? Они существуют. Первое положение, входящее в них, это классический метод познания физической реальности, базирующийся на опыт и отражении в понятиях истинных свойств и характеристик объекта. То есть не путающих информацию об объектах и сами объекты. Следующее, это сочетание опытного обоснования законов механики с идеализированными условиями ИСО, благодаря чему их формулировки получают простой и ясный смысл. Это тоже классическое изобретение. Специально так сформулировать закон, ну допустим, закон инерции, он на Земле выполняться не будет. Любое тело, брошенное под углом клинии горизонта, есть траектория, оно падает, оно не движется, равномерное применение. Трение и так далее, и прочие силы. И третий, классический метод применения законов механики в физических исследованиях, предполагающий усложнение начальных условий по сравнению с ИСО и соответствующие обобщения первоначально сформулированных законов. Ну, это очевидная вещь. Что касается недостатков механики, действительных недостатков, которые Эйнштейн не заметил, то к ним следует отнести отсутствие четкого определения понятия времени, введение движущихся систем отчета и отсутствие четкого определения понятия инерциальной системы отчета. Вот я их здесь выведу. Слушай, а я хочу не вставать. А как мне картинки крутить? Рассмотрим вот кратко эти три недостатки. Я в основном остановлюсь на времени и на системах отчета. Я хочу отсюда. Ньютон определил абсолютное время по аналогии с абсолютным пространством. То есть безотносительно ко всему внешнему, как протекающая равномерно и иначе называемая длительность. А относительное время, напротив, как внешнюю меру этой длительности. Абсолютно истинно математическое время у Ньютона это тоже идеализация, в которой время сознательно оторвано от материальных процессов атрибутивной длительности, у которых оно является. В этом же математическом смысле следует понимать и классическое представление времени, как протекающим равномерно. Причем Ньютон специально предупреждал о возможности путаницы времени с ходом процессов, утверждая, что в отличие от хода процессов ход истинного математического времени измениться не может. То есть абсолютное время это идеализация, удобно для применения в теоретических исследованиях. Но поскольку в действительности течением или ходом обладают процессы, а не время, то сам термин ход времени следует признать неудачным. Этот термин вошел в привычку и его стали понимать буквально, путая время с ходом процессов. В СТО эта путаница получила дальнейшее развитие при обосновании идеи о замедлении хода времени движущихся ИСО. Ну и другим недостатком вторым механике следует считать отсутствие четкого различия между реальным временем длительностью, атрибутивной длительностью и информацией о времени получаемой в процессе его измерения. То есть показания часов отличаются показания часов и длительность атрибутивно присущая любому процессу. В частности нам сейчас или мне и вам тоже атрибут мы во времени находимся так. Другим а понятно Эйштейн также усилил этот недостаток сформулировав понятие времени как показание часов и соответствующее понятие одновременности. Ну я бы отметил что вопрос о сущности времени вот мы слушали вопрос спиральное время и так далее он вообще говоря не является простым споры по этой проблеме ведутся веками но в рамках классического представления времени как атрибутивной длительности можно значительно продвинуться в решении этой проблемы но для этого необходимо различать реальное время информацию о нем в отличие от реального времени который является атрибутом процессов информация обладает ходом и поэтому она относительна ход этой информации зависит от скорости ее распространения ну в частности вот можно здесь сказать о втором постулате несколько вот обычно значит абсолютная пустота у Ньютона и второй постулат также гласит что скорость света в пустоте постоянно это одна и та же пустота и это разная пустота то есть чем отличается пустота Ньютона от пустоты Эйнштейна пустота Эйнштейна это информационный объект это информация о моментах времени и координатах событий воображаемая тоже все воображаемое в любой теории воображаемое и образуемое однородное пространство однородность характеризуется формально то есть все события инвариантны или одинаковы все направления одинаковы а инерциальные системы как они говорят которых нет или пусть инерциально движущиеся тела тоже равноправны равноправны вот то есть вот такое однородное пространство поскольку информация о времени она замедляется если тело движется одно одна система относительно другой движется замедляется то почему скорость света во втором постулате по отношению к движущейся и со такая же для наблюдателя покоящейся системе да потому что он время в движущейся системе по отношению к покоящейся оно получается как бы информационным оно уже замедленно и скорость света если она замедляется то нельзя ее прибавлять по преобразованию Галилея потому что иначе вы два раза учтете это во первых в определении понятия времени учтется замедление и второй раз по показаниям Галилея скажем то есть c плюс минус v поэтому у него она и постоянно он просто ее выносит за скобку если c штрих допустим равна c на радикал единица минус v квадрат на квадрат такая бы скорость должна быть и он берет постоянную скорость формально то есть у него второй постулат математический математически верен а физический смысл он конечно проигрывает классической механике он касается информации времени поэтому и понятие я здесь уже чуть отвлекаюсь понятие скорости скажем импульса энергии в релятивистской механике они скажем нет они сформулированы на основе информационного представления пространства и поэтому вопрос что ли смотрите и поэтому получается что их значения идут получают бесконечно большие значения выражения второй недостаток это классическое понимание систем отчета в понятии системы отчета не учитывают два важнейших ее признака неподвижность и единственность вследствие этого вводится понятие движущихся систем отчета а преобразование координат понимают как преобразование координат между разными системами отчета это некорректно в чем отличие системы отчета и движущегося тела Это отличие в факте движения. В определении понятия относительного движения всегда фигурируют два объекта. Один из них это движущая система отчёта, имеет статус системы отчёта, а второй имеет статус движущегося тела. Вот я вам выведу картинку такую. И изменить статус этих систем, статус системы отчёта можно только одновременно. Почему нельзя, ну и по этой причине нельзя вводить понятие движущейся системы отчёта. То есть если систему отчёта рассматривать как движущийся объект, то необходимо снять с неё статус системы отчёта и называть её движущимся телом. В принципе, как бы преобразование для всех великих преобразователей координат сохраняется. А суть логически становится более совершенной. При этом факты движения всегда будут принадлежать только телам, а не системам отчёта. Иногда так представляют, что вот одно тело или тела движутся относительно друг друга. Мы можем так сказать, если есть ещё одно тело под названием системы отчёта, и в ней мы видим два тела, тогда мы можем говорить, что они сходятся, расходятся, то есть движутся относительно друг друга. Но всегда, если мы говорим об относительном движении, то одно тело всегда условно неподвижно. Иначе смысла не имеет изменения положений этого тела в пространстве и времени. Ну и третий недостаток – это понятие ИСО. Значит, ИСО в учебниках определяют, как это система отчёта, в которой выполняется закон инерции. Пошло это, понятно, от Эйштейна. Вместе с Инфельдом в книге, они рассуждая о том, что такое ИСО, очень такое, куча таких не очень хороших рассуждений, перебирая, что такое ИСО, взад-перёд-возвращаясь. Вот. Он определил, что Ньютон якобы, а решение Ньютона таково, если в системе выполняется закон инерции, она инерциальна, если нет, она не инерциальна. Это нелогично и некорректно, поскольку сначала-то ведь создаётся понятие ИСО, а потом формулируются законы, три закона Ньютона. Ссылки на закон логически неправомерны. Таким образом, на основе проведённого анализа мной можно сделать следующие семь выводов. Можно их покороче, но я семь сделал. Первый вывод основной. Релятивистская критика механики Ньютона не объективна. Она, мало того, не объективна. Вы видите, что настолько она противоречиво выражена Эйнштейном, что без понятия абсолютного пространства логически более совершенна, тогда как на самом деле она просто крах ей. Просто крах. Он, значит, не понимал методологического. Он не понимал, что абсолютное пространство, точки его воображал Ньютон как существующими в самом пространстве. А он вместо этого ввёл отношения. Информация – это уже не тело пространства. Эйнштейновская информация. Это выражает отношения событий между собой. Пространственные, пространственно подобные, временеподобные отношения и так далее. То есть это отношения. То есть релятивизм – это не тело пространства, не вакуум потерян, по сути, у них оказался. Второй вывод. Причиной необъективности является отсутствие чётко сформулированных металлогических основ механики Ньютона и их неигнорирование сторонниками СТО. Третий вывод. Необъективность критики механики Ньютона имела негативное влияние на определение основных понятий СТО. Четвёртый. Основным металлогическим приёмом механики является разделение чувственно постигаемых понятий, вот как я говорил, наистинные и прочие неистинные, можно сказать. Обыденные, информационные и так далее. Возможности развития механики Ньютона далеко не исчерпаны. В порядке развития механики необходимо более чётко сформулировать её металлогические основы и устранить вот названные мной замечания в части понимания времени и применения систем отсчёта. физический смысл положений, теория относительности и область её применения необходимо уточнить. Доклад окончен. Очень полезный доклад. Мне вопросы заданы очень много. Чихара! Давай. Давайте, Чихара-сан. У вас нет вопроса? Угу. У вас нет вопроса? Моё взаимодействие произойдёт всегда в паре. Причина невозможности решения проблемы больше, чем трёх тел, утверждённого план коллеги, есть что, забывая аксиом взаимодействия в паре Ньютона, полного третьего закона Ньютона, динамического взаимодействия, что, забывая аксиом взаимодействия в паре Ньютона, он, по-анкорье, ошибочно попытался решить одновременно больше трёх интегрального и дифференциального равнения. Потому что наша Вселенная дискретная. можно только разделить время. В каждом открытке времени произойдёт взаимодействие в паре. По-моему. Я ничего не понял. Это вопрос, да. Я не понял вопроса. Взаимодействие Третий закон Ньютона сформулирован для двух материальных точек. Одна точка действует материально на другую. И всё. И силы взаимодействия равны по величине и противоположны по направлению. В это в пустоте. Всё идеализация. Если это происходит, скажем, где-то в реальном пространстве, то, как я говорил, согласно методологии механики, нужно расширять. Начальные условия надо другие. То есть уже допускать не только пустоту, а и там воздух, поля электрические и так далее, которые будут влиять. Естественно, закон будет другой несколько. Всё это внесёт изменения. Возможно, по крайней мере, внести изменения какие-то. Может появиться какие-то разные силы в зависимости от свойств. Электроны вращаются в телах и так далее. Тогда и не материальные точки надо брать, а какие-то тела. Если вы усложняете начальные условия, материальные точки, если берутся, то искусственное усложнение, оно мало что даёт. Нельзя усложнять начальные условия, но оставлять точки материальными. Тогда вы здесь идеализацию оставляете, а здесь реально что-то. Надо тогда эти лата брать реальные, тогда что-то сравнить можно с опытом, с природой. А так иначе же сложно. Что касается взаимодействия трёх тел, я знаю эту задачу, трудности и прочее, но я этого вопроса здесь не касался. Вопрос можно? Вот. Что могу ещё сказать, если время есть? Нет? Есть. Есть. Вот мне Чабанов прислал почти два десятка вопросов, господин Чабанов. Я могу быстро так тут их как бы это сказать. Вот. Первый вопрос. Из чего состоит пустота? Пустота как среда. Ни из чего, из пустоты. Пустота ни из чего не состоит. Плотность равна нулю. Она материальная, энергетическая, информационная. Материальная, конечно, плотность. Плотность равна нулю. Формально. Идеализация формально. Берём плотность равна нулю. Эфир плотности имеет свою. Плотность в чём измеряется? В килограммах на мет кубический. В си. Так. Дальше. Порядок существования противоположен порядку существования временной длительности. Эйнштейн, говоря о четырёхмерности пространства теории относительности, сказал фразу такую буквально, что в классической механике пространство тоже четырёхмерно. Только сечение, временное сечение пространства-времени классической механики делит континуум пространства-времени на две части. Пространственный и временной. Вот и всё. Вот оно и есть. Два противоположных порядка. Пространственный порядок континуума и временной. Это два ортогональных. может быть эту идею я как раз над ней работаю развиваю ее можно очень хорошо это и частично она реализуется в теории вакуума раз в теории струн 2 я тоже там применяют эту идею вот может еще где не знаю но порядок вот это я имел ввиду вакуум из чего он состоит материально из чего это никому не известно кто знает хорошо бы но он взаимодействует почему он материальный он взаимодействует с облучением известных облучая вакуум вы рождаете фотон иска появляется значит материальный если бы он не взаимодействовал тогда бы был нематериальный только на этом основе на основе опыт ну вакуум вакуум я вообще-то вакуум это не касаюсь то есть идеализирована пустота ютона это не вакуум я тут почему вакуум только аналог тот объект физики аналогом как бы приближенным которого он являет а идеализированы пустоте нет как бы точного точного соответствия в природе есть но я молекова на конгрессе докладе ковалева же ломкина ну может можно и так вот и да не нет как доклада не было поднимите архивы так в части опыта с ведром вот я здесь не стал помянуть специально опыт с ведром он опубликован статьи у меня и эйнштейн его приводит как будто бы ньютон абсолютно пространство применял как-то на него нельзя действовать а вот на воду он действует ничего подобного там я объяснил что там ничего нет никакого отношения